Она уходит на камеру, уходит на команду и не очень можно сконцентрироваться. Что вообще там написано? Равшан, заходи в наши социальные сети. Это после игры? Нет, во время игры, в Телеграме, в Фейсбуке. Ты сам говоришь, я всегда власы старые мне уже. И в Инстаграме показываются во время минуты те изображения и предметы, которые выносят и показывают знатокам. Ну вот, вопросы были хорошие. У Лизы были очень красивые сережки. Мне понравились вот эти сережки в виде белых таких рук. Это вот нам показывают, да, действительно. Да, потрясающие сережки. Ну, в принципе, об игре капитана все. Лиза, напомнила тебе себя, когда ты первый раз сел в кресло капитана? Нет, не напомнила, потому что мне показалось, что она слишком извиняется за то, что села в это кресло. Перед командой, перед ведущим, перед зрителями. А зачем? Извинялась она уже после счета 4-6. После счета ты не нужно извиняться. Нет, она вообще молодец, что решилась, потому что мне кажется, что игра это такой процесс, где ты должен получать удовольствие. Если она перестала получать удовольствие от игры в команде обычным игроком, и ей хочется получать острые ощущения от игры в капитанском кресле, и она только молодец, что добилась этого. Если человек сел туда, то он уже молодец, потому что он уже принимает на себя все стрелы, которые могут быть, плюс еще надо прикрывать своих. Но это достойно уважения. Равшан, скажи, пожалуйста, а чем знаток отличается от капитана? Какие у человека должны быть качества, чтобы он мог претендовать на капитанское кресло? Ну, мне кажется, я же так свое мнение скажу. Конечно, я же тебя спрашиваю. Когда садишься к капитану, ты уже берешь на себя ответственность не только за себя, и даже не столько за себя, сколько за других. Вот я еще раз говорю, что для меня идеалом капитана является Андрей Козлов и Балаш Косов. Это люди, которые ради достижения цели своей команды готовы на все. И вот Андрей даже забывает о том, что обо мне подумают люди, взрослый человек, который может засунуть себе в рот кляп или надеть на руку носки, которые только что надевал на ногу. Себе или тебе, например? Да, ему не важно. То есть ему надо, чтобы команда работала и может варить змею в ущерб даже своей репутации, хотя я считаю, что это лучшее, что он сделал. Вот надо не думать о том, как ты выглядишь, а думать о том, как привести команду к результату. И мне кажется, что главное не бояться, что про тебя скажут. Вообще забыть о том, что о тебе могут сказать люди вокруг, в зале. И вот это мне, когда ведущий говорит, что вы посоветуете команде, людей, которые в зале. И нужно совершенно забыть о том, что тебе будут сейчас советовать, говорить о том, что те благоглупости, которые будут тебе говорить, не имеют никакого отношения к тому, что происходит за столом. И только ты один можешь управлять. Ну и вообще это на самом деле комплимент со стороны пяти человек, которые согласились сесть с тобой за один стол и пойти с тобой в одну атаку. И понимая, что могут выглядеть совершенно разным образом. Но они понимают, что этот человек, который сидит в шестом кресле, на тебя прикроет. Я думаю, что прежде всего главное качество – это смелость. И все, кто не садятся туда, они просто трусы. Ну, как бы боятся. Боятся, что о них скажут другие. Всегда удобно спрятаться за человеком, который прикроет тебя. Ну, как бы капитан – это человек, который прикрывает всех. Самый смелый знаток в нашем клубе – Равшан Аскеров. Спасибо, Равшан. Слышал, что самый смелый. Самый смелый человек в нашем клубе – это Андрей Козлов. Вот. Это вообще недостижимая высота капитанства. Хорошо. Второй по смелости в нашем клубе – Равшан Аскеров. После Балаша можно занимать. Вот после Балаша соглашусь. Самый смелый и самый скромный. Спасибо, Равшан. Здрасте, здрасте. Елизавета Авдеенко, Михаил Новоселов. Анастасия Шутова – наши новички. Ребята, привет. Как вы пережили эту неделю? Расскажите. Первые несколько дней чуть хуже, затем уже получше. Спасибо всем, кто поддерживал. А таких оказалось прям немало. Мы будем работать над собой, чтобы никогда больше в жизни не проигрывать. Это сарказм. Настя, как ты переживал? Во-первых, у меня все заклеймили, что я был совершенно бестактен после игры по отношению к тебе. Напоминал, в общем, да, о том, о чем мне надо. Тебе какая команда нравится больше? Тебе предыдущая или это? Я все еще не страшна в гневе. Все хорошо. В ней играет Ким. Я очень переживаю за него, старалась поддерживать, как могла. Конечно. Сейчас Рафшан только что говорил. В общем, говорил приличные вещи даже, удивительно. Край муху услышала и тоже была приятно удивлена. Ну, да. Но мы с Рафшаном, нам нужно сказать, что мы с Рафшаном в последнее время довольно много общаемся по поводу капитанства моего и потенциального капитанства Рафшана. И у нас во многом, нужно сказать, совпадают взгляды на то, почему вообще и зачем вообще человек может захотеть сесть в капитанское кресло. И вот насколько мы с ним по-разному смотрим в целом на игру, и настолько у нас на удивление совпали взгляды вот в этом. Почему можно захотеть потащить за собой пятерых и приходить к успеху вместе с новыми людьми. Мишна, Василов, как тебя Лиза тащит? Расскажи, пожалуйста. Что я хотел спросить. Какая у вас атмосфера в команде вообще? Вот Лиза, она не давит, не передавливает? Это такой момент. Ну, как бы, когда мы сразу после проигрыша атмосфера была так себе. Мы не были очень веселы и бодры. Возможно, вскоре после этого мы не были веселы и бодры. Но большую часть времени мы веселы и бодры. То есть, ну, как бы, у нас достаточно хорошая атмосфера. И мне кажется, что у нас еще есть некоторое количество фокусов, при помощи которых ее можно улучшить значительно, еще сильнее. Каких фокусов? Это тайна. Ну, как бы, не все техники должны быть раскрыты широкой публике. Это как там гипноз, вот это все там. Никто не должен знать, почему полточки появляются из кармана в таком количестве. Примерно так. Вот у некоторых команд есть песня какая-то своя. Наверное, ваша песня станет «Зеленые рукава», да? Ну, она не очень бодрящая, признаемся. И там, по-моему, все умерли, и любви нет. И, короче... В тот момент, когда Михаил отвечал «Зеленые рукава», скажем прямо, у всех остальных был вообще провал. И хорошо, что Михаил ответил хоть что-нибудь. Не так ли? Не так ли? Да. И вообще, да, мы выберем, если уж петь, надо выбрать что-нибудь значительно более бодрое. Так что, да. Лиз, а ты проанализировала, почему ты сама себе, как капитан, не поверила в последнем раунде? Вопрос про почерк. Меня ведущий сбил. И у него это получается профессионально вот уже много лет. Я всегда ему верю. Теперь придется, видимо, не верить наконец-то. Дело в том, что, когда я давала Михаилу отвечать, я планировала, что он будет выбирать между почерком и автографом. Но, еще и с моей помощью, представляешь? Но, когда ведущий задал вопрос про минуту в кредит, а мне уже и так тогда было не очень хорошо, скажем прямо. Я уже и так плыла. Будем называть вещи своими именами. Я подумала, что ведущий мне подсказывает, что это и не почерк, и не автограф, а что-то другое. Затем он сказал, нет, минута в кредит вам не нужна. И я подумала, что он имеет в виду, что это что-то, что у нас на столе уже было. А кроме почерка и автографа, у нас была ровно одна третья версия глаз. Вот что со мной произошло. То есть, ну, это добрый гений ведущего. И моя на него неправильная реакция. Но все-таки очень часто капитаны, которые умеют генерировать версии, они в решающий момент не доверяют себе. И часто перекладывают ответственность на других игроков своей команды. Ну, у меня пока нет опыта. Я пока не понимаю, что такое очень часто. С этим нужно поработать. Мне вот Михаил предложил определенную тактику, Новоселов. Не скажу, какую. Буду ее пытаться применить. У Михаила много интересных тактик. Я помню про длинные углеводы. Была тактика, да? Это все еще полезно, но как бы не всегда срабатывает. Как бы гораздо лучше играть, когда у тебя есть энергия хотя бы от сахаров, которые разваливаются в желудке, чем когда даже и энергии нет. Это помогает. Скажи, а ты составляешь командное меню? Нет, ни в коем случае. Мне кажется, у людей могут быть очень разные вкусы, разные пристрастия. Нет, это все-таки не спортивное соревнование, чтобы там был специальный диетолог, специальный массажист. Мне кажется, у всех должен быть свой. Настя, психолог у команды есть, это ты, да? А как ты сплачиваешь коллектив? Ну, пока, к сожалению, мне кажется, никак, но я бы с удовольствием как-нибудь позвала их на ужин и приготовила им что-нибудь вкусное. Например, что? Михаила я уже приглашала на пельмени, например. Так получилось. Да, но не дошел. Ну, я не знаю. Это коронное блюдо, пельмени. Нет, просто это удобно делать вечером. Ты сидишь там что-нибудь смотришь и лепишь пельмени с табелями. Так я думаю, пироги. Я люблю итальянскую кухню. Вот что-то такое, что быстро, легко готовится и при этом вкусно. Чат взорвался, конечно, хотят рассказать, чтобы Михаил рассказал секреты все свои, нет? Если секреты рассказывать, они перестают соответствовать своему определению. Это так не может работать, да, да, да. Да, то есть пока, возможно, вы это увидите, когда мы будем играть. Возможно, вы сможете расшифровать некоторые из них. Но пока мы должны сохранить это, да. Осталось дождаться, когда вы будете играть, да. Давайте, Вадима, Вадим, добрый вечер. Да, телезрители просят, хотят узнать о тебе побольше. Расскажи, пожалуйста, вот у меня написано «Вице-президент по развитию бизнеса». Должность звучит, конечно, солидно. Чем ты занимаешься? Ну, собственно, я вхожу в группу, которая развивает проект, связанный с интернетом. Более конкретно с онлайн-торговлей билетами. Вот. В мои задачи входит, в частности, работа с инвесторами, работа с коммерческими соглашениями, вот, ведение переговоров. И я также курирую, давайте так скажем, экономический блок, да, то есть построение, да, обновление экономических и финансовых моделей. Вот примерно чем я занимаюсь, то есть на стыке вот коммерческой и юридической работы. Ну, я знаю, ты тоже играешь капитаном, да, в спортивном варианте, что, где, когда. Да, это так. Я действительно капитан. Это правда. И здесь я абсолютно поддерживаю ту историю, да, что, да, очень сложно порой слушать себя, да, выбирать свою собственную версию, если не уверен. И психологически всегда хочется, ну, наверное, может иногда даже не обидеть человека, да, потому что если не выбрал свою версию, ведь, ну, сам виноват и ладно. А вот если не выбрал чужую, то ощущаешь дополнительную ответственность. И я понимаю, что с этим нужно бороться. Я имею какие-то, ну, свои способы, но у меня тоже не всегда получается, несмотря на то, что я знаю об этой проблеме и знаю довольно давно. Но решаю ее тоже с переменным успехом. Поэтому здесь мы обязательно будем Лизе больше помогать, чем раньше. Скажите Лизу. Да, поддерживать версии, возможно, каким-то образом сигнализировать о том, что они нам нравятся или не нравятся. Более четко, более явственно. Добавлю от себя, уважаемые телезрители, вы, наверное, можете представить, что у Вадима Яковлева эти ситуации тоже часто бывают. Он почти наверняка часто придумывает что-нибудь, будучи капитаном, и потом страдает. Вадим, мы выяснили, что ты большой поклонник старых игр «Что, где, когда». Скажи, какой у тебя любимый период в клубе? Ну, самый мой любимый период – это первая половина 1990-х годов. Очень атмосферные игры. Я с удовольствием пересматриваю. А какой самый яркий эпизод? Самый яркий эпизод? Ну, я бы сказал так. У меня есть одна любимая игра. Вот конкретная игра, в которой очень много ярких эпизодов самого разного свойства. Да, и с точки зрения игровых, и с точки зрения околоигровых моментов. Да, именно… Ну, и опять же, я на это смотрю как зритель, да, то есть не как критик или как знаток, или как игрок. Да, то есть мне просто нравится то, что там происходит. И, ну, она необычная, она атмосферная. Сейчас уже совсем не так. Но это просто очень интересный опыт, просто очень интересно посмотреть, как это было. Да, и она прям такая взрывная, интересная. Понятно. Что за игра, мы не спросим? А, да, конечно. Что за игра? Летняя серия 1993 года. По-моему, она первая в летней серии 1993. Да, кто там играл? Ну, собственно, там играла команда Алексея Вавилова. А, ну, конечно. Мы поняли твои вкусы. Что, Лиза? Одобрили, Евгений? Вы одобрили? Это хороший вкус, да. Спасибо, Вадим. Просто мне в ухо говорят, и я не могу и слушать, что мне говорят. Да. 1993 год. Я понял. Чуть позже я покажу фрагмент 1992 года, но по другому поводу. Денис, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я проектирую нефтепроводы. Неожиданно. Да, ну, есть такая специальность в России. Удачно. Достаточно узкая, да. По твоим проектам что-то уже построено? Да, построено. Длинный? Ну, они вообще очень длинные нефтепроводы, потому что они называются магистральные, это значит, что они очень длинные. Они все, в принципе, достаточно протяженные. В каких городах? Это по всей России, по всей России. Ну, у нас монополист транснефть, поэтому по всей России от Калининграда до Находки. Тебе помогает игра «Что, где, когда» в проектировании нефтепроводов? Да, там часто нужно применять такое аналитическое мышление и решать нестандартные задачи. И я думаю, что «Что, где, когда» навык игры «Что, где, когда» конечно помогает каким-то образом.